Татьяна Коровенкова, Белопан. Да, Татьяна Коровенкова, Белопан. Роман, у меня вопрос к вам. Сегодня утром в телеграм-каналах появилась информация о том, что вас в СИЗО КГБ избивал лично Александр Лукашенко. И во время вашего интервью на ОНТ у вас на руках были следы кровоподтеков. А что это были за следы? Ну, хорошо, наверное, когда вы начали разговор в шутке. Я признаюсь, просто тоже на самом деле немного волнуюсь. Я буквально два часа назад узнал, наверное, о такой возможности. Касательно вот этой шутки, наверное, тут даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно. Во-вторых, касательно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть. Это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, так как задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданно, что, в общем-то, у них не было при себе наручников. Это единственное что-либо, что вообще может быть. Это момент первый. Момент второй, который я бы хотел тоже сказать, касательно здоровья, это тот факт, что даже я, находясь в СИЗО, в принципе, слышал очень много фейков, которые распространяли о моем состоянии здоровья. Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Если, опять же, кто-либо в этом сомневается, я буду готов с разрешения следствия пройти любую независимую медицинскую экспертизу и медицинское освидетельство. И третий момент, который я хотел сказать, но это, наверное, будет больше обращение к моим коллегам, которые в том числе много писали о каком-то моем состоянии здоровья и так далее. Друзья, видите ли, как вы уже сами можете убедиться, я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал, более того скажу. Я просто хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи по одной простой причине. Потому что настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София, которая оказалась просто заложником ситуации, и во-вторых, что не менее важно, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума. Господа, просто подумайте, как реагировали бы ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы говорили о том, что вашего сына избивают. Хотя это абсолютно не так, я опять же говорю, что вы все меня сейчас видите, я чувствую себя абсолютно прекрасно. И поэтому я бы хотел все-таки обратиться с просьбой поменьше распространять слухи и домыслы, которые не имеют под собой никакого подтверждения. Более того, опять же, я просто понимаю, в какой ситуации находятся мои родители сейчас, и все мои слова не продиктованы больше заботы о них, потому что со мной все в порядке. А вот они оказываются заложниками ситуации, я прекрасно вижу, что сейчас их попросту используют, они ездят с какими-то там акциями протеста и так далее, за их спинами стоят конкретные политические деятели, то есть это были, в общем-то, общедоступные кадры. И сейчас они, насколько я понимаю, просто не знают, что делать на самом деле. И, во-первых, я более чем уверен, что мои родители могут безопасно вернуться домой, и, во-вторых, опять же, я хочу напрямую обратиться к своим родителям, мам, пап, не переживайте, у меня, правда, все отлично. Спасибо. Александр Азботовцев, Арбакар. Роман, скажите, пожалуйста, вам обещали свободу взамен на сотрудничество? Под сотрудничеством я имею в виду как интервью ОНТ, как ваше участие здесь сейчас, заявление. А вывод за такое? Во-первых, я могу сказать честно, что никакого торга со следствием или чего-то подобного у меня не было. Любое мое участие, в том числе, в этом мероприятии, оно является исключительно добровольным. Точно так же, как и интервью господину Маркову. Меня никто не принуждает. И точно так же, опять же, меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием. Это исключительно мой выбор и исключительно мое решение. Опять же, то есть, если кому-то будет интересно, я позже могу объяснить, в том числе, что с этим связано. Скажите, а зачем? Тут я, наверное, должен немного пояснить ситуацию. Дело в том, что эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, не выступление. Выступление – это исключительно мое собственное желание. Я в любой момент мог отказаться. Связанное с тем, что я понимаю, какой урон я нанес не только государству, но и стране. И сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. И более того, я, наверное, могу сказать немного в продолжение. Я знаю, что в интернете пишут, мне, в общем-то, давали почитать и сводки телеграм-каналов и так далее. И я знаю, что многие меня уже называют чуть ли не предателем. Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я абсолютно точно не жалею о том, что… Точнее, скажу чуть иначе. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю действительно с следствием, я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше. А то, что касается, опять же, предателей, непредателей, я могу, наверное, сказать следующим образом. Я просто хочу рассказать для этого, наверное, небольшую предысторию. Я думаю, что вам тоже, в принципе, будет интересно. Она вообще связана с тем, как я пришел в журналистику. Я, наверное, открою сразу такую маленькую тайну. Ну, наверное, у каждого из нас есть какие-то страхи. И мой самый большой страх связан с тем, что, как бы это, не знаю, сейчас не звучало, я очень боюсь умереть, осознав, что я не успел в этой жизни сделать ничего для людей. Именно для людей, не для себя, не для какой-то там, не знаю, политической силы, там, оппозиции или государства. Нет, для людей. И это именно та причина, по которой еще в 2012 году я пришел в журналистику. Все эти годы я работал в различных изданиях. Я написал сотни материалов, а то и тысячи я. Поездил по многим странам мира и так далее. И позже, даже на тот момент, когда я пришел во всем известный проект «Нехта», я действительно занимался журналистикой. Я даже, знаете, ну вот, с какой-то профессиональной точки зрения, со стороны своего профессионального эго, я рад к тому, что я, в общем-то, приложил руку к такому мощному проекту, который я, будучи главным редактором, всего за год сделал самым читаемым русскоязычным СМИ в мире по состоянию на август месяц. И все эти месяцы я работал. И я исключительно благодарен той команде, которая меня окружала. Это действительно были отличные люди, и они остаются, я знаю, что отличными людьми. И люди, с которыми, в общем-то, мы планировали первые акции протеста уже позже. Я действительно искренне верил, и всегда искренне верил в то, что я делаю, потому что я делал это исключительно из собственных убеждений. Я никогда не получал больших денег, я никогда не преследовал какие-либо политические интересы, какой бы то ни было стороны. Позже, опять же, то есть, как я уже, в принципе, можно сказать, отчасти говорил, мой уход из проекта «Нехто» в том числе был связан с тем, что я видел, какие процессы происходят, и я видел, что я боялся того, что проект «Нехто» пойдет по пути всем известной «Харти-97». он начнет постепенно терять аудиторию, станет более желтым, будет ввязан в политические игрища и так далее, тем более, когда тот же господин Зарембюк, в общем-то, появился в проекте, то начались отдельные политические нюансы, но это, в принципе, тема для отдельного разговора. И, уходя из проекта, уезжая из Варшавы, я надеялся, что я приеду в Вильнюс, я буду работать при штабе Светланы Тихановской, и я встречу таких же идейных и свято верящих в некие идеалы людей. Знаете, я скажу честно, я первое время, первые пару месяцев действительно видел вокруг себя много людей, таких же, как и я, искренне верящих в то, что они делают, не по каким-либо материальным или причинам собственных амбиций. Я действительно верил, и я видел, что вокруг меня было очень много людей, но, к сожалению, позже ситуация стала очень сильно меняться, и чем меньше стали протесты, чем больше, скажем так, вся эта ситуация стала успокаиваться, тем больше началось внутренних распорей, каких-то непонятных мне абсолютно политических игр, которых я всегда пытался избежать, и, опять же, то есть собственных амбиций. И, знаете, просто те вещи, в которые я верил, стали превращаться в какие-то собственные разборки, гораздо больше, чем все остальное. И то, что происходило, наверное, с конца осени и до сих пор, если честно, оставило меня в очень глубоком разочаровании, потому что я действительно свято верил в какие-то идеалы, я свято верил в то, что все возможно, и, в принципе, просто это мое разочарование. Когда вы садили самолет в Рогинах, вы уже были достаточно разочаровавшимся человеком. Когда самолет уже сел, в общем-то, я имею в виду, вас ни в чем дополнительно не убедили, когда вас задержали в Минске. Я скажу вам больше. В принципе, опять же, вы можете обратиться, наверное, к моим бывшим коллегам о том, что я вообще хотел уйти и из телеграм-каналов, и из политических движений и так далее. Я хотел просто быть фотографом Тихановской, и на этом все. То есть просто снимать, и на этом все. Потому что я хотел уйти из этой политики, из этих распри, из этих внутренних игр, потому что мне это всегда было абсолютно чуждо. Ну, что меня должно заставлять, расскажите. Я, понимаете, тут важно сделать одну ремарку. Я не изменил своих политических взглядов. Я точно так же, я могу честно и открыто сказать, в общем-то, перед всеми камерами, о том, что я не буду политическим сторонником президента. Так и есть. Да, я его уважаю как человека, который, искренне уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента. Я не говорю о том, что я абсолютно полностью перехожу на сторону государства. Я рассказываю причину того, почему в том числе я сотрудничаю со следствием. И никто меня дополнительно ни в чем не убеждал. На мне нет каких-то там, я не знаю, электрошокеров или мне не колют сыворотку правды, ничего. Зачем мне это? Вы не верите в то, что я говорю искренне? Если не верите, так и скажите. Судя по тишине в зале. Микроинтервью. Подождите, Татьяна, сейчас дадим вопрос. Мне сложно представить, Роман, что вы пережили по последней неделе. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, также искренне сочувствуют очень многие люди в Беларуси. Очень многие ваши колени. Всему, что вы говорите, я не верю. Потому что, ну, я предполагаю, что сами могли сделать. И просто держитесь и переживите. Роман, есть что ответить? Это вопрос был хорошо. Да, знаете, в принципе, со мной все в порядке. Конечно, СИЗО это не квартира в Вильнюсе. Но со мной все хорошо и со мной все в порядке. И я скажу более того, я понимаю, почему я нахожусь под следствием. Я понимаю, за какие преступления, в которых я признался, мне придется отвечать. Телеканал ОНД, Андрей Александров, корреспондент. У меня вопрос Роману. Роман, скажите, все, что было показано по телеканалу ОНД с вашим участием, это правда? Да. Ответьте, как журналист. Вы имеете в виду интервью господину Маркову? Да, конечно. Абсолютно. И все взялы, которые были? Абсолютно. Я могу, наверное, приоткрыть Звезд тайны. Более того, снимали более четырех часов. И мы успели обсудить с господином Марковым очень многие вопросы. Но я абсолютно точно могу сказать, что, опять же, во-первых, все, что я говорил, я говорил искренне. А не говорите? И во-вторых, о том, что да, я действительно подтверждаю каждое сказанное собой слово во время этого интервью. И вообще, если уже говорить даже о Пал Палыче Латушке, то я должен сказать, что, в принципе, даже исходя из той информации, которая у меня была еще до того, как я оказался в Белоруссии, дела у него плохи. Я уже ранее упоминал, например, о том, что, опять же, вот, квартира за 3000 евро. Я вам скажу больше. Один из сотрудников НАУ анонимно отправил в польский Сейм информацию о жизни Пал Палыча и о том, что вот он действительно живет в квартире. Ну, это, знаете, это еще, наверное, не самая большая проблема, которая связана с господином Латушко. А самая большая проблема связана с тем, что, опять же, исходя из той информации, которой я обладаю, я все-таки общался со многими людьми, Пал Палыч поставлен ультиматум со стороны польских властей. Я объясню, с чем это связано. Польша и Литва, соответственно, ведут прямую конкуренцию за белорусский вопрос. Если у литовской стороны существует штаб Светланы Тихановской, то, соответственно, у официальной Варшавы есть только господин Латушко. И он, так как он не проявлял никакой активности, для него было поставлено конкретное условие о том, что до сентября месяца он должен активизироваться и показать свою поддержку, провести собственные акции. Мы все помним, как пиарилось тоже 9 мая. Что из этого получилось? Ничего. Сейчас, как я понимаю, все точно те же акции, которые проходят на границе, они точно так же связаны с господином Латушкой. Но, естественно, тут говорить ни о каком успехе не приходится. Поэтому, ну, дела у господина Латушка действительно плохие. Это еще... То есть, опять же, я пропустил вот уже три недели, но даже исходя из той информации, которую я знал, ситуация складывается вот как-то так. Давайте, дочь вели... Риман, а вы видели Софьи из Афины? Еще раз. Еще раз? После задержания, виделись ли вы с Софьей из Афины? Нет. А как я могу видеться, если это пресс-суально не предусмотрено? Может быть, какие-то совместные допросы? Нет, нет, нет. Когда вас задержали, были сообщения от ваших коллег, что вы из Афин писали, что там заметили подозрительных лиц в аэропорте, которые за вами следили. Если, как вы говорите, вам так хотелось искупить вину перед государством и страной, почему вы прямо там не подошли к лицам, которых вы называли сотрудниками КГБ, и не покаялись? Во-первых, я никогда не говорил, что это были сотрудники КГБ. Я говорил о том, что это, возможно, могут быть сотрудники спецслужб, но вы точно так же должны понимать, что, во-первых, слежка за мной была как на территории Варшавы, где я жил, так и на территории Вильнюса. Это точно так же. Я, если честно, не думаю, что это были белорусские спецслужбы. Во-вторых, опять же, да, действительно ко мне подошел некий мужчина, но кто сказал, что это были белорусские спецслужбы? Крайние вопросы будем завершать. Еще один уточняющий вопрос Роману. В интервью Маркову вы говорили, что предоставляете уникальные сведения. Я понимаю, что тайна, следствие и так далее, но вы можете хотя бы намекнуть, в каком направлении? Знаете, в самых разных. И, может быть, я надеюсь, если у меня будет еще одна возможность пообщаться со всеми вами, и уже все-таки детально, сейчас все-таки тема пресс-конференции немного другая. Я надеюсь, если мне дадут еще одну возможность встретиться со всеми вами, то, в принципе, мы побеседуем уже более детально на какие-то такие темы. Все, коллеги, тогда завершаем. Спасибо.